В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Начальные строки Евангелия от Иоанна были первыми словами, написанными славянской азбукой. А все благодаря двум братьям, жившим в IX веке, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, христианским просветителям, которые придумали кириллицу, перевели с греческого на церковно-славянский язык богослужебные книги, и в честь которых 24 мая отмечается праздник – День славянской письменности и культуры. В честь праздника в Щелковском историко-художественном музее прошел концерт. Жаль, что услышать его смогли лишь несколько десятков купивших билеты. Больше в музее просто нет места. С программой выступил ансамбль духовенства Щелковского благочения под руководством диакона Романа Галиева. В основу смысла нашего концерта он заложен в основе «Пойте Богу нашему пойте». То есть как человек успевает творца через богослужебные песнопения, через композиторское искусство и композиторское искусство разных эпох, разных жанров. Пока у нас, можно сказать, известные хиты. Хиты, по выражению отца Романа, это прежде всего пасхальные песнопения, которые во всех православных храмах поются в этом году с 5 мая на протяжении 40 дней до праздника Вознесения Господня. Пасха Красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха Всеречесная, Слава услышим и святому Духу и дни пресной вовеки, вверху, аминь. Для концерта мы взяли из церковно-богослужебного репертуара то, что сами поем и знаем, рассказал Роман Галиев. Вот еще, например, пасхальный тропарь на греческом, латинском и русском языках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Образцово Виталий Крикота, настоятель храма преподобного Серафима Саровского Поддержал коллектив его брат Игорь, настоятель храма Владимирской иконы Божьей Матери Поселка Красково городского округа Люберцы Музыканты знакомили слушателей с богослужебными произведениями в разной стилистике, в частности, знаменным одноголосным пением или многоголосным распелом Киево-Печерской лавры А еще в концерте прозвучали романсы Рахманинова, Чайковского, итальянского композитора 18 века Франческо Дуранте, в исполнении Романа Галиева и Дмитрия Медведева Слава Богу, что в нашем благочении такие певучие отцы И, естественно, на совместных богослужениях, когда мы вместе собираемся в Троицком храме или где-нибудь на выезде Мы, естественно, служим, поем И как-то возникла идея, что почему бы нам не сделать концерт И вот сегодня у нас первый такой концерт Отцы зажгли, да простят они мне столь неформальную оценку их выступления Но оно реально впечатлило не только вашего корреспондента, но и всех, кто находился в здании музея Браво кричали после каждого номера И, разумеется, сразу по окончании заговорили об организации дальнейших выступлений Гениальные люди, живущие, верующие И вот, кажется, маленький уголок наш Челкова А такая мощь И так радуется сердце Он жива и будет жить Потому что видно, что интерес и у молодежи, и у деток Вот они так хорошо заслушали Ну, просто спасибо большое всем Ирина Микеда, Челковское телевидение